Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим кейк-попсы. Кейк-попсы это пирожное или тортик на палочке или одна из вариаций пирожного картошка в другой подаче. Такой оригинальный десерт на палочке прекрасно подходит на день рождения, детский праздник или на гендер-парти. Расходится всегда на ура! Сначала смешаем все рассыпчатые ингредиенты. Муку, разрыхлитель и соду. Также добавим какао. У меня будут шоколадные кейк-попсы. Все пропорции я вам оставлю в описании под видео. Все тщательно перемешаем и отставим в сторонку. Далее смешаем 3 яйца, щепотку соли и 200 грамм сахара. Все тщательно взобьем миксером в белую пышную массу. У меня обычно на это уходит примерно 5-6 минут. Во взбитые с сахаром яйца добавим 200 миллилитров молока и 100 миллилитров растительного масла. Вместо растительного масла можно использовать растопленное сливочное. И теперь начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты, которые мы смешивали заранее. Просеивать нужно обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Сначала все перемешаем ложкой, чтобы никуда ничего не разлеталось. И затем перемешаем миксером на низких оборотах до однородного состояния. И в самом конце добавим 1 столовую ложку уксуса. У меня яблочный, можно любой. Еще раз перемешаем. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 20 сантиметров диаметром. Дно формочки застилаю пергаментной бумагой и смазываю кусочком сливочного масла. Духовку я уже разогрела на 180 градусов. И переливаю тесто в форму. Форму немного пристукиваю, чтобы вышел лишний воздух. И отправляю запекаться примерно на 40-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем до сухой зубочистки. Затем достаем бисквит из формы и даем ему полностью остыть. Это очень важно. Поэтому, конечно же, лучше приготовить бисквит заранее. Посмотрите, какой красивый у нас получился бисквит. Пористый и очень-очень вкусный. Поверьте, вкус ваших кейк-попсов будет зависеть от вкуса вашего бисквита. Теперь я ломаю на кусочки бисквит, помещаю его в блендер и перебиваю до мелкой крошки. Конечно же, крошку лучше сделать именно с помощью миксера, а не руками. Вот такая красивая крошка у нас получилась. И теперь приготовим крем. Для этого я смешиваю творожный сыр со сгущенным молоком. Просто обычным венчиком все перемешиваю. Посмотрите, какая красота получилась. Начинаем добавлять крем в крошку. Сразу все не добавляйте, делайте это постепенно. И каждый раз нужно все очень хорошо, тщательно перемешивать. И вот так именно перетираем руками. И проверяем, липкое уже тесто получилось или нет. Затем я разделяю тесто на кусочки. Чтобы все кусочки получились одинакового размера, я взвешиваю каждый кусочек. У меня в среднем получился каждый кейк-попс по 30 грамм. Вот когда я уже вижу, что все хорошо липнет, начинаю скатывать шарики. У меня получилось ровно на 40 штук. Если вам столько не нужно, то вы можете уменьшить пропорцию вдвое. Готовые скрученные кейк-попсы убираем в холодильник примерно на 30 минут. И теперь приготовим шоколадную глазурь. У меня белый шоколад. Если вы тоже пользуетесь шоколадом, то делайте это очень аккуратно. Шоколад нужно растопить на водяной бане, регулярно его помешивая. Именно на водяной бане, чтобы не испортить шоколад в микроволновой печи, это очень сложно сделать с белым шоколадом. После того, как кейк-попсы хорошо охладились, достаем их из холодильника, окунаем палочку в растопленный шоколад, излишки стряхиваем и вставляем в кейк-попс примерно до половины. Белый шоколад моментально застывает в охлажденных кейк-попсах. И то же самое проделываем со всеми остальными пирожными. И убираем их в холодильник еще хорошо застыть примерно минут на 20. Пока кейк-попсы у нас застывают, мы продолжаем работать с белым шоколадом. Добавляем в него 3-4 столовые ложки растительного масла. Масло должно быть без запаха. Хорошо перемешиваем до однородности и разделяем шоколадную массу на две части. Я рекомендую разделять ее в стаканах. Затем добавляем красители. Можно делать без красителей. У меня розовый и голубой. Я готовила кейк-попсы на гендер-пати. И затем достаем уже застывшие кейк-попсы и вот таким образом окунаем их в белый шоколад, излишки стряхиваем. Этот процесс может занять достаточное количество времени, поэтому если вы видите, что шоколад слишком загустел, то стаканчик можно поставить в горячую воду. Шоколад снова согреется и станет нужной консистенцией. И вот так продолжаем. Теперь уже я занимаюсь розовыми кейк-попсами. Сверху, пока шоколад еще не застыл, можно их присыпать разными присыпками. Получается очень красиво и оригинально. Готовые кейк-попсы перекладываем на тарелку, застеленную пищевой пленкой, либо на силиконовый коврик. Делаем это аккуратно и убираем в холодильник хорошо застыть. Также можно их переложить в бумажные капсулы. Получается тоже очень красиво и оригинально. Затем я сделала из пенопласта вот такую подставку, хорошо ее обвернула красивыми лентами и вставила кейк-попсы. Получилось очень-очень красиво. Хочу заметить, что я не профессионал, но этот рецепт именно для людей, как я, которые хотят приготовить кейк-попсы в домашних условиях. На детский день рождения или на свой день рождения расходятся они очень-очень быстро и очень нравятся гостям. Если вы хотите удивить своих гостей, то приготовьте вот такие красивые вкусные пирожные на палочке. Кстати, украшать кейк-попсы можно не только белым шоколадом, но и обычным темным шоколадом. С ним намного легче работать. Если кому-то интересно, напишите мне в ваших комментариях, и я приготовлю такие кейк-попсы с темным шоколадом. Всем желаю приятного аппетита! Надеюсь, этот рецепт вам пригодится. Пишите мне ваши отзывы и комментарии, не забудьте поставить лайк. А я желаю всем прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами! С вами была Виктория!